Что же проверить в своем автомобиле перед приходом холодов? Это необходимо делать, чтобы при морозе ваш железный друг вас не подвел. Сегодня будем на эту тему общаться с гостьей. Полина Вайнерман, автомеханик. Доброе утро. Доброе утро. Рассказывайте нам, с чего начать вообще проверку автомобиля и подготовку к зиме? Начать нужно с определения возраста автомобиля. То есть, если у вас автомобиль свежий, с салона, необходимо просто по регламенту делать техническое обслуживание, и все будет в порядке. Не нужно никаких зимних масел искать, заморачиваться. Просто на заднее сидение зимние перчатки бросили и поехали. Если автомобиль возрастной, то есть 10 плюс лет, тогда уже стоит задуматься. Нужно в первую очередь проверить аккумулятор на плотность жидкости, тормозную жидкость, потому что она гигроскопична, она впитывает в себя влагу, и нужно своевременно ее менять, чтобы эффективность торможения не менялась. Охлаждающую жидкость нужно проверять тоже на плотность, она имеет свойство сократить. Да, изнашиваться. Зимние щетки для стеклоочистителей. Ну и как бы просто почините свою машину, и если вы все делаете правильно, то никаких проблем не должно возникнуть. Ну вот чаще всего те, кто не уследил, вовремя не сделал то, что необходимо, вот с какими проблемами приезжают на станцию технического обслуживания, или привозят машину на эвакуаторе, например. Ну понятно, что самое распространенное, это плохой аккумулятор, да, не завели автомобиль, там, залили свечи и так далее. А с точки зрения другой технической какой-то неполадки? Ну вот вы правильно сказали про севший аккумулятор, про то, что может не получить завести машину. Я в этой ситуации рекомендую сразу пользоваться услугами эвакуатора, чтобы, то есть, ну, вот эти все отогревы, это все бесполезно, как по мне. Ну, приезжают с системой охлаждения, там, не греет печка, наоборот, она там где-то... Берет слишком сильно, да? ...прохудилась, ее надо там поменять, радиатор потек, что-нибудь такое. Ну что еще такого интересного? Ну, может быть, там, тросик ручника прилип где-то. Может быть, личинки замков могут тоже подмораживаться из-за... Ну, судя по тому, что вы рассказываете, я уже делаю вывод, что, наверное, человек самостоятельно, если он не специалист, этого не проверит. То есть нужно все-таки ехать на диагностику. Ну, конечно, лучше, да, потому что не у каждого с собой там есть рекометр, буквально плотность проверить. Нужно приехать на станцию техобслуживания, где будут... А что говорят автомеханики, ваши коллеги, да и вы, Полиночка, сами что думаете по поводу того, что некоторые в зимний период накачивают свои колеса меньшим давлением, да, чтобы они были поплотнее, площадь у них была побольше, чтобы можно было... Я считаю, что нельзя отходить просто от регламента, и нужно делать все так, как прописано заводом-изготовителем, как самих, как бы, шин, так и автомобиля. Как вот в книжке написано, так и нужно такое давление держать. А сколько сейчас в среднем будет обойдется диагност... Ну, если ничего вот не ремонтировать, а именно вот продиагностировать автомобиль на предмет готовности к зиме? Ну, на самом деле... О каких суммах может идти речь от хотя бы и до? Ну, по-разному, на самом деле, у дилера, не знаю, сколько сейчас техобслуживание стоит, на самом деле, то есть, я не новыми автомобилями занимаюсь, поэтому мне тяжело говорить, но я не думаю, что больше, там, тысячи, может, полутора тысяч рублей. Ну, это такая диагностика, да, чтобы можно было визуально посмотреть, что за лето случилось, да, потому что мы часто путешествуем, не знаю, на озера, ездим по бездорожью, да, то что же можно сказать? То есть, элементы подвески, чтобы ничего не хрустело, не скрипело. Элементы подвески о себе заявят, когда мороз наступит, правда же, да? То есть, до этого, может быть, все хорошо, без лишних скрипов. Просто главное менять, там, допустим, масло, какие-то расходники, 7-8 тысяч пробега, чтобы не затягивать этого, там, 10-15, как это написано, даже можно, ну, чуть почаще, это же никому плохо не сделало. Да. Тогда ресурс будет. А можно я задам вопрос не про автомобиль? Давай. Потому что вот я смотрю на Полину, и у меня как-то файлы все равно немножко не сходятся. Как вы выбрали эту профессию? Вы просто вот сейчас, когда рассказываете, я вас слушаю, и я просто понимаю, что я тоже девушка, но я вообще понимаю так очень, ну, типа, все, что из вашего рассказа я поняла, это надо что съездить. Ну, она из серии, она из серии, Женя знает, куда только залить омывайку, понимаете, в чем дело? Да, в этом ничего страшного нет. Ну, как бы, ну, люди не обязаны, на самом деле, знать про свой автомобиль и все, если ты покупаешь его, чтобы ездить, там, допустим, на работу. Так же, как и про свой организм, правда же? Ну, да. Мы же обращаемся к доктору, да, и в этом случае... Все верно, то есть, но кто стрижен, сами аппендицитет не удавить врачу. Когда вы поняли, что вы хотите именно этим заниматься? Про это целый выпуск есть на вашем телеканале. А, да, у нас уже обсуждали. Ну, просто так случилось как-то в один момент, и я решила. Можно еще показать, если не... Посмотрите, ты видишь, какие... Уши, в смысле, это как это называется? Туннели. Туннели, да, именно так. В общем, готовим свой автомобиль к зиме. Желательно делаем это с профессионалами, да, которые посмотрят, продуют, подкрутят, да, зальют все необходимое, и ваш автомобиль любимый будет радовать вас и в холодное время года. Мы говорим большое спасибо Полине за то, что сегодня с утра пораньше к нам пришла и поговорила на эту тему. Поехали. Продолжение следует...